Когда фокус настроен, мы видим чёткое изображение и можем акцентироваться на деталях. Сместив фокус, мы по-прежнему будем видеть картинку. Однако она будет искажена, и детали станут неразличимы. Всё, что мы увидим, — это размытое разноцветное пятно. Ну а сможет ли линза захватить изображение, если её совсем закрыть? Конечно, нет. Это невозможно. Определённо, да. Это концепция, которой мы придерживаемся. Ловите момент сердцем, голосом, слухом и всем, что вам доступно. Линза для этого вовсе не обязательно. Когда снимает слепой, он полагается на имеющуюся у него информацию о человеке, на собственное внутреннее ощущение, а также на звук. Звук здесь как бы выполняет функцию хрусталика глаза, и по нему я могу определить положение снимаемого человека в кадре. Меня зовут Абдельхалик Мохаммед Фарид. Можно просто Халид Фарид. У меня степень магистра технических наук. Я главный редактор агентства печати Ближнего Востока, сертифицированный международный специалист в области фотографии. Эта идея родилась в оперном театре. Я фотографировал там в течение 10 лет. Каждый раз, когда я показывал свои фотографии танцорам, они говорили, что чего-то не хватает, что снимок надо было сделать секундой раньше или секундой позже. Я пришел к выводу, что движение как-то связано с музыкой. Я начал закрывать глаза, слушать и фиксировать. И тогда все изменилось. Я начал справляться с задачей, ориентируясь только на слух. Я Тарик Саид Эль Саид. Я работаю в Каирском университете и недавно освоил искусство фотографии. Я таким родился. Врачи говорят, что это генетика. Кто-то из моих предков, вероятно, страдал таким же заболеванием. Фотография для меня — это прежде всего игра воображения. Я могу что-то где-то прочитать или просто придумать. А потом мне захочется воплотить это в реальность. Мое воображение и сама реальность формируют момент. И тогда я создаю изображение. Снимок — это отражение внутреннего мира, моего или чего-либо еще. Сначала он научился сжимать ладонь и разжимать ее, вот таким образом. Так он понял принцип работы. Он может оценить объем захватываемого пространства. Это как широкоугольный объектив. После того, как мы делаем снимок, он начинает ощупывать края камеры и по ним узнает геометрические параметры кадра. Он понимает, где находится человек и сколько места в кадре он занимает. После мы распечатываем фотографию и делаем в ней отверстия. По типу шрифта Брайля, чтобы он мог ее прочитать. Прежде чем попасть на курс к господину Халиду Фариду, я ничего не понимал фотографий. Вообще. Он приложил много усилий для того, чтобы я мог держать камеру и снимать. Понимаете, слепой постоянно имеет дело с неизвестностью. Конечно же, это пошло мне на пользу. Теперь мои друзья просят фотографировать их. У кинокамеры есть устройство, к которому можно приложить глаз, для того, чтобы увидеть то, что видит объектив. Называется «Видеоискатель». Однажды на съемках мне привезли камеру без видеоискателя. Пришлось снимать с помощью других людей. Продюсер не знал об этом. Это единственный подобный опыт в моей жизни. А еще это был первый фильм режиссера Ахмеда Авада. Он назывался «Казалек Фельзамалек». На удивление получилось хорошо. Благодаря моему опыту я смог перемещать камеру в пространстве даже без видеоискателя. Я не понимал, что такое черный цвет. Мне рассказывали ощущения от него. Говорили, что это когда темно, когда что-то не отражает света. А вот, например, зеленый ассоциируется с радостью, добром и процветанием. Я узнал это на курсах фотографий от господина Халида. Я не просто узнал это, я это прочувствовал. Как передать ему ощущения красного? Как описать ему его? Дети учатся различать цвета еще в младенчестве. Обратите внимание, все детские рисунки имеют чистые цвета. Детям не нравятся смешанные краски. Если человек никогда не видел цветов, это действительно тяжело. Мы разделили цвета на три зоны. Первая — зона холодных тонов, вторая — теплых, а та, что между ними, третья — зона нейтральных тонов. Мы дали им потрогать холодные цвета, например, зеленый. Они прочувствовали этот цвет, потрогав зеленую траву. К небу, конечно, прикоснуться невозможно, но наши ученики знают, что оно находится над нами и что оно синее. Небо символизирует щедрость. Земля дает нам материальные блага, небо дает дождь. Это тоже положительные эмоции. А теплые цвета — не совсем. Красный — это огонь, желтый — песок пустыни. Так мы им объяснили. В нейтральные цвета занесли черный и белый. Оттенки от белого до светло-серого у нас относятся к добру, а от темно-серого до черного — к злу. С этими знаниями у них появилось чувство сочетания цветов. Безусловно, я с нетерпением жду, чтобы посмотреть, что получится. Это очевидно, чтобы сделать снимок, надо обладать зрением. Но они доказывают, что видеть необязательно. Без всяких сомнений, это будет очень необычный опыт. Вот, держите. Посмотрите, это прекрасно. Он поймал меня ровно посередине кадра. Я делал снимок, ориентируясь на звук. Знаете, когда вы попросили меня поговорить, я это понял. Это действительно прекрасно. Пожалуйста, пришлите мне эту фотографию. Это нехорошо, что есть такие вот нуждающиеся люди. Но здорово, когда есть человек, который может что-то дать нуждающемуся. Слепой — это не тот, у кого отсутствует зрение. В целом, я считаю, что он наделен намного большими дарами, чем все мы. Если бы мы все это понимали, мир был бы другой. Нехорошо. Это слово я позаимствовал у своего друга. Не буду называть его имени, уверен, он себя узнает. Нехорошо, когда человек рождается, живет и умирает, не оставив следа. Я слышал такой девиз «Каждому в руки по телефону». Я бы его заменил на «Каждому слепому в руки по фотоаппарату». Когда я делаю снимок, я чувствую радость других людей. Камера компенсирует мне отсутствие зрения и дает возможность видеть. Бывает, что мы не можем сделать что-то, что обыденно для зрячих, не можем что-то осмыслить. Но если постараться, мы способны на многое. Нет ничего невозможного, когда сердце наполнено надеждой, а ум не теряет силы воли. Если глаза плохо видят, значит ярче светит сердце. Редактор субтитров А.Семкин